Сегодня 23 августа. 23 августа 1910 года самарским губернатором был назначен Николай Протаси. По его инициативе в губернской столице появилось несколько приютов для детей-сирот, проводились многочисленные благотворительные акции, началась поставка военной продукции для русской армии. Много времени губернатор посвятил борьбе с тифом и холерой. Он лично контролировал борьбу с этими заболеваниями, посещал больницы и лазареты. Ровно сто лет назад, 23 августа 1918 года, в Самару, тогда она была столицей Камуча, прибыли пароходы с драгоценностями. Они перевезли из Казани половину золотого запаса Российской империи, так называемое золото Колчака. И в тот же самый день Камуч постановил обратить внимание управляющих ведомствами, военным, юстицией и охраной государственного порядка на тщательный надзор за печатью и на принятие быстрых мер к судебному и административному преследованию преступлений печати. Ежегодно 23 августа отмечается один из дней воинской славы России – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. Кроме того, сегодня Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации. 23 августа в разные годы на свет появились известный русский писатель Александр Грин, американский химик, лауреат Нобелевской премии Роберт Керл, его соотечественник, выдающийся баскетболист, двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант и прочие знаменитости. В народном календаре сегодня Лаврентия в день. В полдень на Лаврентия наши предки выходили смотреть на воду в реках и озерах. Если она была тиха и спокойна, то считали, что предстоящая осень будет безветренной, а зима – без вьюг и метелей. С такими памятными событиями связано 23 августа. Легкого вам дня!